Редьярд Киплинг. Отчего у верблюда горб? Вот еще одна сказка, и в ней я хочу рассказать, откуда взялся на спине у верблюда такой большой горб. В самые первые годы давно-давно вся земля была новенькая, только что сделанная. Животные с первых же дней стали служить человеку. Но в ужасно унылой пустыне жил ужасно унылый верблюд, который и не думал работать. Он ел сухие колючки, жесткие ветки, тамариск, терновник и кору, но работать ни за что не хотел. Такой бессовестный бездельник и лентяй. И что бы ни говорили ему, он на все отвечал – гррб. Только гррб и больше ничего. Вот однажды в понедельник утром пришел к нему конь. На спине у коня было седло, в зубах уздечка. Верблюд, о, верблюд, сказал он, вступай к человеку и начни бегать рысью, как мы. Грб, ответил верблюд, а конь пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого к верблюду пришел пес, в зубах у него была палка. Он пришел и сказал, верблюд, о, верблюд, иди к человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы. Грб, ответил верблюд, а пес пошел к человеку и рассказал ему все. Вскоре после этого пришел к верблюду бык. На шее у быка было ермо. Он сказал, верблюд, о, верблюд, иди к человеку и паши землю, как мы. Грб, ответил верблюд, а бык пошел к человеку и рассказал ему все. Вечером человек позвал коня, пса и быка и сказал, «Конь, пес и бык, мне очень вас жалко, ведь мир был совсем еще новенький. Но зверь, который кричит «грб» в той пустыне, не способен ни к какой работе, а то бы он давно пришел ко мне. Пусть себе живет в своей пустыне, я не трону его, но вам придется работать вдвойне и за себя, и за него». Тогда конь, пес и бык очень рассердились, ведь мир был еще очень новый. Они направились к самому краю пустыни и стали громко обсуждать, что им делать. И лаяли, и ржали, и мычали. К ним подошел верблюд, бессовестный бездельник и лентяй, и, лениво пережевывая сухую траву, стал насмехаться над ними. Потом он сказал «грб» и удалился. Мимо по дороге мчался в тучи пыли джин, владыка всех пустынь. Джины всегда путешествуют так, потому что они чародеи. Он остановился поболтать с конем, псом и быком. «Владыка всех пустынь», – сказал конь. «Кто имеет право бездельничать, если мир такой новый и в нем еще так много работы?» «Никто», – ответил джин. «А вот», – сказал конь, – «в твоей ужасно унылой пустыне живет ужасно унылый зверь с длинной шеей, с длинными ногами, который с самого утра, с понедельника не подумал взяться за работу, не желает бегать рысью ни за что». «Фью», – ответил джин, – «да это мой верблюд, клянусь золотом Аравии. Что же он говорит?» «Он говорит одно слово «грб», – сказал пёс. «Грб» и больше ничего, и не желает помогать человеку охотиться. «А что еще он говорит?» – сказал джин. «Больше ничего, только «грб» и не желает пахать», – ответил бык. «Отлично», – воскликнул джин. «Пожалуйста, подождите минутку. Я сейчас покажу ему грб». Он завернулся в свой плащ из пыли и помчался в пустыню. Там он нашел верблюда. Тот стоял и любовался своим отражением в луже, бессовестный лентяй и бездельник. «Мой лукавый длинноногий друг», – сказал джин. «Я слышал, что ты не желаешь работать в нашем новом навехоньком мире. Что это значит?» «Грб», – ответил верблюд. Джин сел на песок и, опершись подбородком на руку, принялся колдовать. А верблюд стоял и, как ни в чем не бывало, любовался своим отражением в луже. «Конь, бык и пес работали с самого утра, с понедельника. И работали больше, чем надо от того, что ты такой бессовестный лентяй и бездельник», – сказал джин. И он опять опёрся рукой о подбородок и продолжал колдовать. «Грб», – повторил верблюд. «И как тебе не надоест это слово? Который раз ты его повторяешь? Бессовестный лентяй и бездельник, я хочу, чтобы ты стал работать!» «Грб», – повторил верблюд. И вдруг спина, которой он так гордился, начала у него пухнуть. И пухло, и пухло, и у него вздулся огромнейший твёрдый горб. «Полюбуйся», – сказал джин, – «это тот самый грб, о котором ты постоянно твердишь. Он вырос у тебя от того, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Работа началась с понедельника, сегодня четверг, а ты до сих пор ещё не принялся за работу. Но теперь ты начнёшь работать». «Как же я буду работать, если у меня огромнейший грб?» – спросил верблюд. «А это тебе в наказание», – ответил джин, – «за то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать три дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный грб». «Жил же ты три дня только одним грб?» «После этого, я надеюсь, ты не станешь говорить, что я о тебе не забочусь. А теперь уходи из пустыни, ступай к коню, псу и быку и смотри, веди себя хорошо». И пошёл верблюд вместе со своим горбом к коню, псу и быку. И до сих пор он таскает на спине свой горб, мы не говорим уже «грб», мы говорим «горб», чтобы не обидеть верблюда. И до сих пор он не может наверстать те три дня, которые он прогулял в начале, когда земля была новая. И до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова